Вот и на рассвете первого дня недели пришла Мария Манголина и другая Мария посмотреть гроб. Ангел говорит, его здесь нет, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряется над Гавилеем. Там его увидите, вот я сказал вам. Что, в этих словах, самое главное? Для людей, которые пришли, повеления им приходить не было в гробнице. Никто им не повелевал его искать, он мертвый. Да тем более можно было сослать, если ты сказал, оставь мертвецам, хоронить мертвецов. Эти слова могли сослать все они, а чего там у гроба было делать? И Ангел их упрекнул, что ищите живого среди мертвых. Явно, что они не по назначению пришли. А вот самое главное, а сегодня в Иерусалим такие деньги тратят люди, там государство на этом наживается. И едут к огробнице Господней, где Христово тело лежало. И мне архиерей говорит о своем благодолении, я там был, у него нет этого архиерея, живым, гидеон. И я сел на тот камень, на котором сидел ангел, о которых доказательств никаких нет. И там ямочка у него на камне, на гранитном, это выцеловали губами, языком люди. И я соскочил и думаю, как же так? Как я задом сел на этот камень, он видит, что подумал, что это не то место осветилось у него. Такое вводит благодоление. Да ничего этого нет, это игра одна. Каменный камень. Ну подошел я к нему, сидел ангел, ну сидел ангел, и что? Да ангел вот рядом стоял сейчас, и что теперь, поцеловать? Мы его не видим только ангел, вот он рядом. Ангел-хранитель везде. А вот придумали это все? За тысячи километров пешком идти. Мне очень нравится выражение Белинского, когда он написал Гоголю, который ездил на поклонение. Он говорил, кто не нашел Христа здесь, среди обездольных, бедных, тому не до чем пешком идти в Иерусалим, он и там его не найдет. Русский критик. Может быть человек с малой верой совсем. Я нахожу, что в главных словах, которые непосредственно отклосятся не на один день, он говорит, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Вы посмотрели, лежал, его нет, все, повеление, подойдите, посмотрите, уже не надо пять раз приходить и смотреть. Он не сказал, что из века в век будете приходить и смотреть. А далее говорит, пойдите скорее, скажите ученикам, а эти слова как будто не слышали. Жену услышали, в церкви это считают. Ну пойдите скорее, скажите, когда это повеление было в церкви. То, что мы услышали сегодня в храме, священие сказал так, на них будет ни одна не приходи ко мне, если не пойдешь, скорее родным, близким, дальним, на заводе, где работала, не расскажешь. В школу пойди, расскажи. Нет этого. Слова Христа, пойди скорее и скажи ученикам, его не расслышали. Я хочу на них остановиться. Важные слова. Ейте в другую деревню, пойди скорее и скажи людям. Продавцам, с кем ты встречаешься, пойди и скажи им о Христе. И вот мы ездили с братом. Я рассказываю, один человек нападал на нас ножом в деревне, окна там разбивал. И долго мы с ним не виделись, много лет. А поехали в прошлое воскресенье, я говорю, заехать надо. Заехали, он принял нас, как будто ждал. Увидал книгу, 23-й тома, мне как раз это и надо. Тут же сразу вышел, чтоб деньги взял. И такой разговор прекрасный был. Брат все зафотографировал. То есть я в теме еще мерками мерил. А у Господа все уже по-другому. И Дима здесь все ему. И Новый Завет. Встал одной, говорит, Новый Завет. А она пошла и приносит Библию. А у нас, говорит, раздавали здесь какие-то, приезжали люди. Ну, приезжали какие-то, ясно, что не православные. Православные не дают. Я говорю, у нас одна сестра ехала и материалы, и листики о крещении раздавала бесплатно. И в вагоне ей бабушка говорила, достает деньги, и она взяла уже руки и достает деньги. Сколько стоит? Она говорит, нисколько даром. Она сразу вернула, иди, и не ври. Православные никогда ничего даром не дают. И шликтанка прикрылась. Бесплатно. Она сразу обнаружила, что бесплатно. Высчитала ее. Какое мнение-то православное, что мы шагу не сделаем, ни разу не щихнем бесплатно? Нам обязательно надо заплатить. Вызвали батюшку, заплатить надо. Обязательно. А как? Старозаконие 9.12. И сказал мне, Господь, встань, иди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Разве русский народ не развратился? Почему это повеление, которое Бог дал Моисею, не пришло ни к одному русскому священнику-архиерею? Иди скорее к народу! Народ развратился! Я дал чудную веру православную России! И что вы с ней сделали, Господь скажет? И вот этого голоса-то так и не было в России. Но давайте его обновить. Сегодня Христос говорит патриарху, иди! Народ патриархийно развратился! К старообрядческому корнилию говорит, иди, народ твой развратился! Он Библии не знает. Они грызутся между собой, они пьянствуют беспробудно. Ну, свои грехи называйте. Иди! Бог заботится, и при том, иди скорее! Но он вообще не поворотливый. А вот иди скорее на благовестие, прямое указание. Скорее! А чтобы идти на благовестие, надо что-то знать. Лука 14, 21. Тогда вне общей хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведите на нищих, у вечных, ромы и слепых. Опять пойди скорее! Я останавливаюсь на этих словах. И сегодня этот голос в Новом Завете не переменился, потому что тот же самый Бог Егова повелевает, пойди скорее! И возвести! Ну что у вас, переулков не хватает, изгородей нету, у вечных нет, хромых нет. Сколько хочешь! А они в администрации. Сегодня пришла газета, прислали и говорят, ну почему нам так мало платят? Депутаты уходят в отпуск, а спускные дают самые маленькие в 200-300 тысяч. Это те депутаты, которых вы избираете. Человек, который ходит сегодня в голосу, это еще ничего не знает. Официально в газете напечатано. Так это самые маленькие. Я в книгах это все отобразил. Министр получает больше учителя в 3300 раз. В месяц. Нормально? Да пойдите, скажите людям, что вас обманывают, что люди благовестия не знают, а они обманщики, и этих выбирают, они безбожники, грабители, хапунги, изверги. Зачем же вы их выбираете? Кто голосовал, он выбрал его? Ты его выбрал. Ты совершил беззаконие. И голосуете. Греха не боитесь. Потеряешь, не следующее приезжает с ящиком, в урну бросает. Да в урну-то каплюют. В ее названии каплевое показано, для чего оно есть. Окурки бросает туда. В другом это название это урну. Ты что, не понял? И в урну еще есть, когда человек разжигает урну. И голосует. Больше три назначения. Это обоих из них. Лука. 17.7. Кто из вас имея раба пашущего или пасущего по возвращению его в поле скажет ему, пойди скорее садись за стол? Никто. Поэтому, когда мы все сделаем, не ждите, что сейчас же нам Бог что-то особое сделает. Человек, если благорисплое, живет праведным, а у него бывают такие скорби, такие печали. Почему? Награда ему увеличивается. Бог испытывает и испытывает. Я вот вам говорю, а я больше не проверяю, по домам не хожу, чтобы вас проверить. Вы записывайте себе, когда вы говорили последний раз кому? Когда шли по изгородям, кого искали, как свидетельствуют, тем более у нас сейчас столько литературы. У нас есть новые заветы. Пока никто не пришел, даже никто не пришел. Новые заветы Евангелия от Иоанна я привез. Притом ни один, ни два. Ящики. И никто не заходит. Значит, вы не нуждаетесь этим. Я же не продаю. И вот о воскресении в Ветхом Завете вы видите, скажите, что он воскрес. Что о воскресении в Ветхом Завете? Три разницы, как говорится. В неканомичных книгах пять раз. В Новом Завете 133. Разница есть? То есть у нас религия воскресения. Вы знаете, где у нас воскресение от слова встречается? И мы его, это воскресение, повторяем и не понимаем. Анастасия, перевод воскресения. Настя, это воскресение. И когда ты его зовешь Настя, ты все время говоришь воскресение, иди сюда. В воскресение, иди туда. Когда Павел говорил о воскресении Христе, ему сказали, какие-то новые божества. Они поняли, Анастасия, это новое божество какое-то. Ну, посмотрите в календаре, написано там, перевод ее. То есть у нас воскресение среди нас. И мы даже этого не хотим понять. Ты уже забыли, ой, неужели так? Да так. Вот что в воскресении мы считаем. Матфея 11.5. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные ощущаются и глухие слышат. Мертвые воскресают и нищие благодетствуют. Вот я стал смотреть по порядку. Слепые прозревают, слепые вдруг глаза открылись. Конечно, это не из мертвых воскрес. И как если считать это в восходящей степени? Хромые ходят, удивительно, кости срослись, прокаженные ощущаются, спидовские выходят. Дальше мертвые воскресают и нищие благодетствуют. Там следующие благодетствуют. То ли это выше всего? Или недостижимо было, что нищие благодетствуют, ни попы, ни архивы, нищие. Скажите, нищие благодетствуют. А как они благодетствуют? А мы сейчас слышали. Сидите в Иерусалиме, не отключайтесь, доколе не обречетесь силой свыше, а Духа Святого, и будете мне свидетелями. Если никуда не идешь, это доказательство, что Дух Святой на тебя не сходил. А кто Духа Христова не имеет, тот не его. Понимаете, тут прямая связь. Если ты никому не говоришь, ты сам подумаешь, что ты. Так я на одной тоже работе работай. Ну и что? На одной работе и каждый день ты можешь говорить о Христе. Определенная душа какая-то по кабинету с начальником. Тебя никогда не гнали, значит, ты не показал Христа. Если по-настоящему будешь говорить о Христе, обязательно тебя заметят. Где бы ты ни был. Вот от нас сейчас поехала свистра, вот, в лагерь работала. И она только села и начала благодетствовать. Он какой-то нерусский оказался, на сибирский автобус. И она до самого обогнула, как одна минута, говорит, я ему благовестовала, там что-то сдала, видимо, Евангелия. И он с нее деньги даже не взял. Так и доехала. Я с одной сеструю поговорила, она на сибирь из очереди поехала. Я, говорит, никого нет. Я дошла к шапюру и стала говорить. И мы всю дорогу с ним поговорили, он меня от себя не отпускал. Я, говорит, почувствовала вкус пропуеди. Она, говорит, никогда не говорила. Я ходила в храм и все время думала, что только два Евангелия. А их, оказывается, четыре. Никто ничего не знает. Деяния четыре-два. Они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. В Иисусе воскресение из мертвых это считалось уголовным преступлением. Воскресение от Бога и Егора. А тут вдруг в Иисусе Христе. Вы всегда говорите, Иисус воскрес и нас воскресит. Я, когда с Дневерой еще и беседовал, я говорил, скажите, пятница, почему называется четверг, пятница, ну, четвертый день, пятый, да сам корень. А суббота ни один объяснил, ни разу. Воскресение еще хоть несколько человек скажет. Воскресение Христос воскрес. А субботу никто не может объяснить. Суббота, а ты скажи, это шаббот, означает покой. Покой, даромный Богом. Покой, который мы получили во Христе вечную субботу. Деяние 17.37 услышав воскресение и мертвую, они насмехались одни. Вот здесь как раз они и подумали, что Анастасия это особое божество. А у них были и богини. Боги были и богини Венера, Диана, не только Марс и Юпитер. Риминус 6.5 Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то есть нас гонят, убивают на Христа, то должны быть соединены подобием воскресения. Отсюда вывод, если мы не соединены со Христом подобием его смерти, за правду нас не гонят, то подобие воскресения вряд ли будет. Понимаете, как простые выводы можно делать? Меня за слово Божие гонят или нет? Вот я по правде говорю. Я хочу быть мирным, я никому не хочу лезть, но вижу, неправильно поступаю. Я думаю, сейчас пойду, скажу брату, а он на меня отживет. Подумаю, похожу, нет, пойду. Второй брат сказал, так ты его хотел отжить? Нет. Я боялся, чтобы не остаться виновным, что я ему ничего не сказал. А когда я ему сказал, а он не послушал, я свободен, кровь его на его голове будет. Вот еще, что нужно знать. Ты просто обязан, как христианин. Рима на 6.5 и 1 Коринфянам 15.32 когда я боролся со дверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвый его не воскресает. Встанем, если пить, а завтра умрем. Вы себя ведете так, почему у меня в лагере? Потому что не верите в воскресение и в мертвых. Вы своих детей спросите, когда дети в последний раз даже коров пасут, когда они склонялись сами молиться, а они на поле. Когда они руки простирали к Богу? Когда? Когда ребенок подошел к родителям и призвал на молитву? Это вы им даете. А наоборот. Проверять легко. И вы видите, дети не духовные. Если ребенок зовет на молитву, это очень важный момент. Ефесианам 2.6 И воскресил с ним и посадил в небесах во Христе Иисусе. Когда мы уверуем во Христа, Его примем в нашу жизнь, в сердце будем крепко веровать в Него. Это означает, что Он нас посадил на небесах. А когда уверовал, посадили в тюрьму. Нет. Я не на нары посаженный, я на небесах лежу. Надо научиться смотреть дальше. Когда мне пригород вынесли в судеб, судья сразу говорю, мы поняли, что я говорю, понял. Два раза шагну и на той стороне, я говорю, как с пророком и на колесисты все это прорезу. Вот такое Бог дает внутреннее переживание, что лучшего момента в моей жизни никогда не наступит. Я бы сегодня хотел пойти пострадать на Христа, мне очень хочется засвидетельствовать преступником. Никто не берет. Жди своего момента. Эфесянам 5,14 сказано, стань спящим и воскресни из мертвых и осветить тебя Христос. То есть страшное состояние, когда человек спит. Спит духовно. И телесно, когда лишнее спит. Со сном надо бороться. Вот у меня фотографы были здесь, которые приезжали, которые уже поступили с ним. Видите, картина очень интересная. Видимо, я говорю, пропасть, меня не видно. Все до одного сидят, а одна душа стоит. Кому больше 80 лет. На воскресенье та же самая история. Другие люди точно так, все до одного старого и малого сидят, а одна душа стоит. Я это помещу в книгах. Пусть весь мир знает, как православные боятся Бога, любят Бога, как стараются. Я упаду, но не сяду. Я для Бога это делаю. Понимаете? Я стою и думаю, Господи, да мне сил не упасть. Иногда так болит сердце, что я не могу даже крючок закрыть одной рукой. Стою, стою и не знаю, хоть ртом закрывать. Потому что кто не знал. А на благовестие позову, думаю, побегу в эту же ночь. Филипинском 3.10. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его. И стараюсь первым. Другого я не ожидаю. Что бы ни было, Господи, только не отрить. Ребятишек своих приготовлюсь в страдания за Христа. Вот меня просят иногда родители написать на ребенка, который был в лагере, характеристику. Пишу. Тоже просят на одного. Я обращаюсь к воспитателям. Ни один ничего не может написать. Я могу написать самая краткая характеристика. И она будет выражаться так. Плоской точка. Страха Божия не имеет, точка. Благодаря приезжать не отказану. Точка. И распит. Ничего нет. Плоской. А плоские характеристики я не пишу. Это в любом месте. Любого хулигана возьми, он тебе тоже самое выдаст. я ничего не могу написать. А ребенок, который стремится, молится, я о нем могу написать. Как он на молитве ведет, как разговаривает, реагирует, как посторонние люди, как к уставу относятся. У меня есть что о нем сказать. Как он заботится. В колоссе он в мобинации. Мы были погребены с ним в крещении. В нем мы воскресли веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Верим ли мы в воскресение из мертвых? Павел говорит, с людям обращаясь с колоссианом, он воскресил нас. Погребены были в крещении и воскресли веруя в силу Бога. Воскрес я или нет? Если воскрес, то в какой момент? Мне говорят, я с детства ходил. Но я тебя называю завтра. 27 сентября 1962 года в 17.00. Почему ты не можешь назвать? Я знал, в этот день у меня все перевернулось. Это была встреча с Господом на пути в Домаск. Почему ты не можешь назвать? Не можешь назвать, скажи Господь, дай мне эту встречу, пусть сегодня будет, пусть она сегодня, но только при жизни начнется. Если этого нет, человек умер без исповеди, и о нем молиться бесполезно, ничего нет. Он при жизни не принял Христа, он не уверовал, он не благовесный, он не воскрес здесь, а если он здесь не воскрес, там воскресение только в смерть будет. колоссий, колоссий, все-таки откажутся, им очень нравится здесь. И сегодня пришла газета про лагеря, говорят, что ужас, я уже знаю, все, просто ужас. В лагере принимают 20-летнего и без надзора, в палатках, и там 7-летний ребенок. Через неделю мать приезжает, у него лицо дернается, тик, что с ним там делают? Казарны дикие. За все время, за три недели разрешили только один раз искупаться пять минут. У Черного моря, там некоторые уехали туда, у Черного моря, понятно? 23 тысячи путевка, очень дешевая это креста, очень дешевая, ровно в 10 раз дороже нашей. Наших воспитателей нигде не найдут, у нас работает без плана, а там за три тысячи никто не хочет работать, ну, кому это нужно? Практически круг на сутыше. Значит, ищи горнего. Вот вы горнего не ищете горя вам, горнего, то есть небесного, в любом деле, все человек отвернется, он начинает по-своему опять, он не туда попал. И он мог бы быть другим, он не может быть, он не рожденный свыше, ребенок мертвый, и он добрее других, и родители очень стараются, любят, а у него нет духовного, он не может это сделать, ему надо рождение свыше. И один священник этого не будет говорить, он скажет сходи на исповедуй, причащайся, исповедуйся, это мертвец, его нельзя ремонтировать. Надо быть, ты встретилась со Христом, полюбила Христа, сама встала на колени и сказала, Господи, живи во мне, я свой слуга, помоги мне, Господи, быть другим, исполни меня благодатью Духа Святого. Откровение 20 глава 6 стих, блаженный свят, имеющий участие в воскресении первым. Первым воскресением называется уверование во Христа. Ты хочешь быть блаженным в вечности? Проси у Бога, чтобы душа была воскрешена. Господи, воскреси меня от плоти. Плоткой человек. Я характеристик больше ничего не могу написать ради уважения к Отцу, только поэтому. Ни один воспитатель, ни работников просил, никто ничего не может написать, ничего нету. Бессветная, безбожная жизнь. Приезжает, привозит самые хулиганицы, он сразу с ним соединяется из верующей семьи. Ничего нельзя сделать. С чем это связано, как? Я отношусь только к тому, что все-таки домашний, или муж верующий, жена неверующая, наоборот, а ребенок ближе идет к неверующим. Это трагедия. Ребенок верующий, он от неверующих всегда будет дистанцироваться. Он опасается, он болится за их. А он не боится, он сразу кидается, неверующий, он сразу с ним те же самые дела делает. Он неверующий, он в верующей семье живет. Вы проверьте себя, с кем вы определенно знаете. Я знаю, потеряете, какие были люди, жили. Когда подходишь, он все время сумрачный. Я одного слова не принимает, но приезжает неверующий, он радостный, бегает, буквально на крыльях летает, веселый, в кабинку залезет везде. Мертвая душа. Он ходит в храм, он молится, причащается, а душа мертвая. Ты сам опроси Бога и скажи Господи, вот ангел сказал такие слова, что он воскрес из мертвых, предваряет вас в Галилее. Там его найдете. Господи, при дворе нас потеряете. То раньше нас приди. Я утром встану, а ты меня ждешь у двери. А может он за дверями стоит и стучит, и кто отводит, войду к нему. Я к тебе сейчас стучу, и через эти слова может сам Господь тебе уже стучит. Пусть этот день будет не напрасный, а расслышен его стук, чтобы достигнуть воскресения из мертвых и быть со Христом. Аминь.